Всех приветствуем из солнечной и сегодня даже очень теплой Одессы с вами канал на позитиве Виктория и Ирина несмотря на то что в Одессе на днях случилась трагедия то одесситам этой ночью снова не давали нормально выспаться снова водили всех в состояние ужаса у нас опять на город была атака дронов дроны опять шли группами их было очень много разлетались по всем районам опять было очень страшно опять периодически они пролетали над домами лично над нашим дрон над нашим домом дроны пролетали три раза в городе работа в общем было очень страшно и очень неприятно с 11 часов до 3 город не спал и как обычно жителям города было очень страшно но несмотря на это наступил новый день вышло солнце на улице потеплело и дети и взрослые вышли прогуляться и снять стресс и улучшить себе настроение мы конечно же поддержали всех и тоже пришли подышать свежим воздухом я даже очень тепло оделась потому что думала что сегодня снова в Одессе будет прохладно или будет ветряно но на самом деле на улице просто жарко и очень ясно светит солнце поэтому конечно же все вышли я хочу сказать пусть будет мир украины это замечательно пусть одесситы наконец-то очень радует что люди несмотря на сложную ситуацию все равно старается радоваться каждому дню и гибели деревьев в парке деревья полностью не спиливают оставляют пеньки и потом из них мастера делают такие красивые фигуры сказочных героев сейчас мы одну из них вам покажем вот здесь уже видно его сейчас мы пойдем по тропинке которую здесь видимо протоптали люди и покажем замечательно когда люди своим талантом превращают кусочек дерева в русалку конечно эти фигуры разбросаны по всему парку поэтому будем прогуляться и конечно вам показывать парке горького можно перекусить можно выпить кофе давайте посмотрим что здесь можно перекисить вот такие вот круассаны причины выпить кофе такие мелочи как паровозики в городе в парке создают хорошее настроение и детям и взрослым сейчас гуляем по парку горького в одессе и совсем не верится что еще до второй мировой войны этот парк был за территорию за территории самого города одессы и здесь были только частные дома позже было стрельбичное поле а сейчас на этой территории такой прекрасный парк на котором гуляют дети и взрослые дышит воздухом получает замечательный заряд энергии на весь день очень облагорожен и мы просчитали что в докарантинное время его посещала сколько от 30 до 60 тысяч человек ежедневно это очень большие цифры для одессы такое чувство что весь район пришел в парк отдохнуть после тяжелой ночи а посмотрите какие красивые часики в парке но к сожалению прогуливаясь по парку и слушая о чем говорят люди все обсуждают ночь интересное красивое дерево и она здесь конечно не одно парке высажено более 6000 деревьев кустов и растений и они действительно являются украшениями тоже этого парка особенно весной до весны нам еще месяц уже у нас весна и одесские голуби разлетелись ну идите ешьте я ухожу уже работает начинают работать открытые территории кафе люди вынесли столики ой ирина ты видела какие здесь лампочки на деревьях видела я подумала что надо будет как-то вечером снять этот парк на здесь вечером скорее всего все светится мы как-то вчера вечером никогда не проходить приходили очень красиво здесь очень красиво и вот здесь еще кафе есть так приятно в таких местах сесть отдохнуть и выпить чашечку кофе замечательно что они есть замечательно что город продолжает развиваться и замечательно идти и встречать людей которые улыбаются тебя навстречу несмотря на все трудности которые сейчас они переживают смотрите на территории на территории есть такой маленький ручеек там видно сидит лягушка смотрите какая беседка на воде здесь внутри парка еще находится такая красивая зона отдыха мамы отдыхают дети играют боль и в другие игры снимают стресс как уже говорили после тяжелой ночи хотим вам показать конечно же еще раз повторюсь везде в парке можно выпить кофе купить водичку такие цены сейчас на кофе здесь можно выпить какой угодно это любители всех видов кофе можно выпить часть натуральных фруктов и даже детское меню вечером парк закрывается на ночь чтобы здесь был порядок это очень хорошо потому что здесь все таки очень много детей гуляет и днем и утром парк закрывается конечно потому что очень большое количество вандалов какой красивый паровозик было жарко очень грело солнце а сейчас чем больше мы проводим здесь времени тем больше начинает ощущаться ветерок ну конечно я переборщила со своей курткой мне все-таки до сих пор жарко сейчас мы прогуливаемся по парку горького но скорее всего совсем скоро его переименуют и это уже будет парк марка твена мне все знают что марк твен посещал одессу поэтому мы сейчас вам расскажем как это было в 1867 году марк твен посещал город одессу так как на корабле которому он был заканчивалось топливо поэтому они прибыли в город одессу марк твен посещал и молдаванку и центр города и ему очень понравился этот год он однажды написал что именно в одессе он почувствовал себя дома потому что здесь очень красивая архитектура широкие дороги широкие дороги на улицах и но к сожалению было и немножко негатива когда он посетил молдаванку то его развели до 5 долларов а когда он хотел приобрести в одессе скрипку то в нагрузку ему предложили еще шубу от чего он был очень-очень удивлен ну время идет а одесса остается прежней в парке невероятное количество развлечений для детей и очень хорошо что в такое тяжелое время у детей все-таки есть детство посмотрите я бы я взрослая но я бы с удовольствием посетила сама такое место все такое красочное красивое и все очень сказочное смотрите какой там гновик просто замечательно смотрите какие огромные сказочные грибы они еще даже с подсветкой вечером это конечно лучше все видно вот мы сегодня по всему парку будем встречать таких красивых сказочных героев это замечательно когда люди из обычного пенька могут созидать такие прекрасные вещи для посетителей вот пожалуйста если вы посещаете парк горова ознакомьтесь сразу с правилами и пожалуйста их соблюдайте ирина увидела сердечки здесь место для влюбленных здесь такая красивая зона с замочками и сердечками лавочки в виде сердечек посмотрите сел на лавочку и считаю что влюбился а вот уже скоро будут тюльпаны и конечно же парк преобразится и будет еще лучше интересно пары которые оставляли здесь замочки еще вместе посмотрит какие надежные замки здесь цепля так если просто идти по парку то такое впечатление что абсолютно ничего не происходит и люди жили и живут так же как и жили но к сожалению ночью совершенно все другого мнения ирина обратила ой как красиво ирина обратила внимание что здесь вот такая красиво и такое красивое хвойное дерево есть пушистая как польша я люблю когда город преображается когда видеть чисто красиво насажены красивые деревья и люди за этим ухаживают и это берегут и я желаю каждому человеку чтобы все берегли то что для них делают потому что только тогда наша жизнь улучшится мы будем улыбаться и все у нас будет хорошо вот сколько мы гуляем сколько мальчик преодолевает дистанции и сложности препятствия и ринка ты бы хотела так нет но держится молодец не будем его отвлекать чтобы он не упал внезапно поднимаешь голову и видишь вот такую замечательную сказочную фигурку парке есть очень много лавочек когда ты погулял устал ты можешь отдохнуть посмотреть на природу на других людей на детей на животных на солнце и на временное счастье в одессе потому что сейчас тихо так и снова едет такой прекрасный паровозик и мы уже думаю может на нем как-то надо покататься это украшение еще одно парк а под музыку красивые вороны и все такие толстенькие у всех хорошее в одессе питание и вот идешь это кто волк ирина и видишь такого это пёс это пёс посмотрите из дерева сделали такую зверушку а вот знаменитый волк и знаменитого украинского мультика и фраза ты заходи если шо а если шо то заходите в парк горького красивые такие мусорки сделали правда все очень чисто в парке все очень облагорожено просто супер вот это один из самых молодых парков в одессе но и один из самых красивых несмотря на то что он достаточно маленький очень хорошо что его закрывают на ночь потому что он всегда будет закрыт и находиться в чистоте здесь не будет бутылок окурков парк просто прелесть мы очень давно здесь не были и он только похорошел это еще не все зеленое дальше лучше да баба яга очень красивая но я не хочу туда идти и не будут оптать газоны прогулялись сегодня с вами немного по парку в одессе получили немного и эстетического удовольствия и это видели солнечные ванны где вы собрались сегодня на прогулку очень тепло не одевайтесь потому что на улице неожиданно вышло солнце и очень тепло хотя утром должен был быть очень сильный туман мы всем желаем хорошего дня хорошего настроения оставайтесь на позитиве несмотря ни на что темики гузячки всем хорошего дня и вот пока мы монтируем это видео снова пытаются разрушить нормальную жизнь людей снова тревога и на город и в городе ракетная опасность любимые одесситы любимые жители украины берегите себя и своих близких